Новый спектакль «Под занавес сезона» в Пермском театре оперы и балета сразу две премьеры. Это спектакли «Польский бал» и концерт номер пять. Они объединены в один вечер с балетом «Когда падал снег», который уже шел в репертуаре театра. Одними из первых новинку увидела наша съемочная группа. Прошлое, настоящее, будущее. Вечер балетов состоит из трех частей. Первый акт – это польский бал из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» – классический шедевр. Выбор постановки не случайен. 150 лет назад именно с этого спектакля началась история Пермской оперы. Так называемый польский акт из оперы про Ивана Сусанина и стал первой частью вечера. Атмосфера пышного балла у польского короля органично вписана в белоснежную сценографию. Я решила, что я могу сочинить такое репрезентативное парадное белое пространство, в которое будет включена и портальная арка. Она у вас белая, белое золото. Я простроила перспективно виртуальный такой зал и завершила его реально сконструированной аркой, которая, если бы зал был построен, то она была бы вот такого размера, как мы имеем в арьере нашей декорации. Второе отделение олицетворяет настоящее Пермского театра. Балет «Когда падал снег» хореографа Даглас Сали зрители уже неоднократно видели на этой сцене. Его премьера состоялась семь лет назад и запомнилась многим, в том числе и визуальным эффектом, падающим на чёрном фоне чёрным снегом. Третье отделение – концерт номер пять, балет на музыку Сергея Прокопьева. Здесь сценическое пространство – это чистый белый куб. Всё внимание зрителя сконцентрировано на движениях танцовщиков. Эта часть вечера – символ будущего театра. Концерт немножечко нестандартный. Обычно из трёх частей состоят фортепианные концерты. В этом концерте пять частей, которые показывают нам пять различных танцевальных картин от и до, за весь вечер. То есть, получается, никакого специального сюжета нет. Здесь главный сюжет – это танец и артисты, которые исполняют этот танец. В новой постановке каждый зритель найдёт что-то для себя. Здесь и классическое наследие, и современный балет, и хореография будущего. Премьерные показы состоятся 28, 29 и 30 мая. Мария Лепихина, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.